здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу вам рассказать поделиться своим опытом вот как сохранить фиалку летом идет жара идут жаркие дни жаркие ночи и если к примеру у вас нет возможности кондиционировать воздух фиалки конечно страдают от жары они плохо переносит я бы не сказала что катастрофически плохо переносит но все-таки не любят они когда жарко поэтому самое важное вот есть такие определенные правила небольшие достаточно несложные которые можно и нужно учитывать когда вы хотите сохранить сорт или же розетку спустя летом значит первое что мы делаем перед тем как нас наступает лето или допустим начале лета перед жарой мы осматриваем корневую систему фиалки вот перед вами корневая фиалки видно насколько здесь корни есть они не плотно засажены они есть пустоты растения есть куда расти эту фиалку мы не будем пересаживать она пускай себе растет и развивается дальше вот другая розетка есть тоже замечательно себя чувствует но я ее не пересаживала весной и здесь уже видно пока я собиралась ролик снимать уже подсушил соком нужно полить вот видно сколько здесь корней очень много вот такие розетки желательно желательно пересадить так значит как мы пересаживаем мы обираем верхний слой нижний чуть-чуть снимаем и подсыпаем земли ни в коем случае не надо мыть корни если мы моем корни значит мы их полностью уничтожаем корневая здоровая вот она не гнилая ничего здесь все в порядке просто достаточно снять верхний слой и немножко снизу обновить землю так притрусить без дренажа я делаю да вот нет у меня ничего просто грунт и перлит так садим следующий момент перед наступлением жары нужно пролить фиалки привикуром почему это делать первое привикур это препарат от черной гнили он применяется для того чтобы рассада не гнила огурцы помидоры и так далее он проливается на влажную землю по схеме как написано на самом препарате я покупаю фирмы bayer он идет в ампулах так пролить можно и нужно все растения в качестве вот фиалки потому что он останавливает черную гниль это самое опасное заболевание которое не лечится у корни корневой системы у фиалок поэтому перед началом жары вот мы с вами посмотрели что передает плюс 28 29 и так далее да вот будет жарко искра плюс 24 можно это не делать но если найдет жара значит желательно пролить на влажную землю вот по корню вот по горшку по верху пролить привикуром с интервалом в 7-10 дней так это чтобы у нас не загнила корневая от повышения температуры так следующий момент когда наступает жара фиалкам не нужно давать цвести потому что даже если жары будут заложены бутоны жара имеется ввиду выше 27 так если у нас закладываются бутоны в такую жару они будут деформированы некрасивые и при распуске цветка скажем так особой красоты вы не увидите если хотите может на конечно конечно проще всего это вот одну оставить в жару зацвести вы убедитесь в том что фиалкам жару цвести не надо потому что цветы деформируются фиалки истощаются если нет возможности кондиционировать в воздухе в помещении жарко цветы нужно убирать цветы конечно в жару быстрее отцветают в принципе достаточно быстро вянут и долго не держатся декоративность соответственно фиалочки теряется соответственно немножко она уходит сила у нее на цветение и результат осенью мы получаем слабое растение поэтому чтобы фиалка легко перенесла жару это такой вот уже опыт личный я им не даю я обрываю все бутоны и бутоны и цветы и потом уже когда осень идет похолодание прекрасно зацветают очень красиво замечательно шапочками вот это вот такой вот нюанс при фиалке когда мы вот с вами в жару их хотим сохранить следующий момент обязательно нужно снимать если у вас окна окно южное и так далее лучше чтобы они у вас вот жару перенесли постояли на где-то вот на столе возле окна ни в коем случае не на окне потому что окно окно нагревается и от окна идет большая температура повышенная и соответственно фиалкам очень жарко помимо того что в помещении жарко еще жарко от самого стекла лучше фиалки отставить или как я уже в одном из видео рассказывала поставить больше горшочек желательно светлого цвета чтобы был хоть какой-то воздух воздушный зазор между горшками так следующий момент брызгать или не брызгать фиалки когда жарко я не знаю я не я не честно говоря я не увлажняю воздух он оставит там керамзит возле горшка но она не не повредит однозначно но главное не сильно заливать и саму фиалку так теперь следующий момент если вы засушили фиалку это не тур упал и листья висли и она вот вы пересушили всегда хочется схватить побольше воды и лёпнуть чтобы она побыстрее там отошло вот этого делать категорически нельзя потому что фиалочки очень плохо вот переносят именно вот это резкое добавление воды но корневая может не справиться опять же таки загнить поэтому когда вы пересушили вот листики повялились а вы по чуть-чуть буквально вот чуть-чуть полили оставили через какое-то время ну буквально там через три-четыре часа там утром полили вещь еще чуть-чуть сверху не надо сразу давать много воды растению потому что корневая должна быть целая да мы вот по чуть-чуть добавили турга восстановился если вы сильно пересушили вот сразу отходят вот эти листики которые ближе к центру они вот как-то сразу вот стоит плотнее нижние позже подходит когда вы засушили и листья вялы нужно обязательно наблюдать если тургар всех листьев не восстанавливается значит пошло загнивание корней реагировать нужно сразу сразу снимать сразу вытаскивать и так далее я дам ссылку на ролик где показываю что делать если растение загнило и как спасти сам сорт теперь следующий момент на лето все-таки я рекомендую если вы хотите сохранить вот сорт этот сорт вам дорог и у вас не у кого его взять и вы хотите чтобы он остался нужно снять 1 2 листа лучше 3 конечно это я про себя говорю что я всегда я белочка мне надо чтобы все сохранилась и листочки которые вот я взял бы взяла вот этих 3 да допустим и поставила укореняться опять же сами укореняться можно пролить тем же привикором так и растение уже даже если что-то взрослой случится да будут у меня листики с детками все и у вас и сохранится у меня сорт следующий момент много пишут о фитоспорине вот проливать фитоспорином он помогает от черной вот этой гнили и что ли корневая не болеет хорошие препараты это био такие ну как объяснить это вот фитоспорин это как бифидобактерии бифидобактерии для человека так это бифидобактерии для земли фитоспорин но но вот эти все препараты именно такого плана которые на живых вот этих вот бактериях основаны это ну вот как в качестве профилактики но вот если мы хотим на лето остановить что-то да какие четко сразу то нужно применять вот привикур или подобные от черной гнили тогда сначала мы пролечиваем да вот делаем через 10 дней привикуром а потом можно проливать фитоспорином хоть в каждый полив он абсолютно безвреден нельзя им передозировать я поливала нормально реагирует растение на него хорошо реагирует поэтому вот такие вот нюансы содержание фиалок летом притеняем стараемся не перегревать цветоносы снимаем если очень жарко проливаем перед жарой привикуром снимаем листочки чтобы остался сорт укореняться чтобы у нас были детки тоже можно листочки пролить привикуром если вы укореняете в воде воду лучше положить таблетку или пол таблетки активированного угля вот и вся хитрость пусть ваши фиалочки переносит жару легко и радует вас осенью красивым цветением спасибо за просмотр удачного вам дня